Далее о том, какова текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Узбекистане. По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, к данному часу число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 1735 человек. Выздоровели 561. Летальный исход в 7 случаях. Согласно информации руководства научно-исследовательского института вирусологии, из 84 пациентов, находящихся в клинике данного института, у 29 пациентов наблюдается клиника пневмонии. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, состояние одного из них как крайне тяжелое. Согласно информации руководства научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, из 82 пациентов, находящихся в клинике данного института, состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Согласно информации руководства многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии, из 152 пациентов, находящихся в клинике данной академии, у 45 пациентов наблюдается клиника пневмонии. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, состояние двух из них как крайне тяжелое. Уважаемые соотечественники, у нас в республике карантинные мероприятия продолжаются. Более 85 тысяч наших соотечественников находятся на карантине. Более 1 255 пациентов находятся на лечении в учреждениях инфекционного профиля. Согласно информации руководства Министерства здравоохранения, для лечения одного пациента с коронавирусной инфекцией тратится больше 32 миллионов сом. Для тяжелых больных эта сумма удваивается. Мы прекрасно чувствуем, какие финансовые затраты осуществляются за счет правительства для лечения и реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией. Вам следует оставаться дома, избегать всяческих контактов, в случае необходимости таковой соблюдать дистанцию. Вы тем самым поможете правительству в решении таких колоссальных вопросов, как лечение и реабилитация пациентов с коронавирусной инфекцией. Оставайтесь дома.